Новости на восьмом и ближайшие полчаса расскажем о главных событиях в жизни Владивостока в студии Александра Вершинина. Вот главная тема на сегодня. В Новый год с новыми силами во Владивостоке возобновила работу социальная мастерская. Я имею возможность теперь не лежать дома на диване, не ждать, как ванн небесный, когда попадет мне что-то, счастье какое-то, какие-то финансовые возможности. Имею возможность зарабатывать. По городу, как по музею, в Приморской столице появился аудиогид для знакомства с достопримечательностями. О новом экскурсионном Владивостокском приложении расскажу я, Ирина Макрецова. В память о Саше музей имени Арсеньева открыл масштабную выставку, посвященную писателю Александру Фадееву. Александр Фадеев – это наш писатель, Приморский, потому что у него очень много связано с Приморьем. Кроме того, сегодня в выпуске заседание продолжается, правда неясно когда. Слушание по делу честного детектива снова отложили. И еще полосатый рейс по Приморске. Несколько тигров сняли на видео недалеко от Уссурийска. Но об этом позже, а сейчас о главном. Во Владивостоке возобновила свою работу социальная мастерская. Новый год ее сотрудники встретили с полезной обновкой. Накануне праздника на Магнитогорской установили подъемник, чтобы в мастерскую могли спускаться люди с ограниченными возможностями. Кого конструкция оказалась крайне необходимой, расскажет Инна Щедрова. Большую часть времени Татьяна Лебедева вынуждена была проводить дома. О выходе на работу уже давно не было и речи. Пока в ее же доме не открыли социальную мастерскую по ремонту аудио и видеотехники, которая подарила ей и другим горожанам с ограниченными возможностями надежду получить свое рабочее место. Я имею возможность теперь не лежать дома на диване, не ждать, как ванны небесные, когда попадет мне что-то, счастье какое-то, какие-то финансовые возможности. Имею возможность зарабатывать, имею возможность находиться с людьми, общаться, то есть приносить не только пользу себе, но и пользу обществу. С появлением подъемника работу по специальности получил и лифтер Владислав, который сегодня также трудится в социальной мастерской. Каждый раз он вместе с руководителем Эдуардом Ахтырцевым помогает Татьяне спуститься в мастерскую, а в конце рабочего дня подняться. Все, держись хотя бы за ручки, которые выступают. Держись за ручки, за колеса. Поехали. Сегодня Татьяна занимается приемкой сломанной техники, оформляет заказы, работает с клиентами. Совсем скоро в мастерской для нее появится специализированный удобный стол. Но главное, что позади самое сложное – возведение подъемника, который в мастерской появился лишь в конце минувшего года. Еще несколько месяцев назад ни Татьяна, ни ее будущий руководитель и не мечтали, что сюда сможет попасть действительно любой желающий. Была проблема большая найти подрядчиков, кто это сделает. Деньги выделены федеральные, на обустройство входной группы. Шесть компаний у нас было, которые собирались нам сделать это, но в конце концов они отказались. Вот единственная компания, которая приступила к работе, мы им очень благодарны, потому что работу ребята делают для нас великую. Квоту на оборудование для устройства на работу человека с ограниченными возможностями государство выделило по специальной программе. В поисках подрядчика общественная организация «Милосердие» прождала год. Не каждый подрядчик согласится внести свои собственные средства, а получить их только после подписания всех соответствующих документов. Группа компании «Армада» развела установку инвалидного подъемника, сделала реконструкцию входного крыльца, мы плицевали его керамической плиткой, сделали поручни, провели отделочные работы. Теперь за ремонтом техники могут спокойно, а главное безопасно, спускаться главные клиенты социальной мастерской, люди с ограниченными возможностями и те, кто вынужден передвигаться в инвалидном кресле и слабовидящие горожане. В мастерской берутся за ремонт даже специализированные техники, говорящих телефонов или, к примеру, тифло-флэш-плееров, которые так необходимы для инвалидов по зрению. Я уже знаю, где это находится, и я теперь уже об этом говорю своим, так сказать, собратьям по несчастью, что можно здесь отремонтировать. В библиотеке тоже сказала, они говорят, хорошо, мы теперь будем знать, куда людей направлять, кому необходимо отремонтировать. И спрос среди людей с ограниченными возможностями действительно есть. Денег за ремонт с клиентов с инвалидностью не берут, зато с радостью собирают устные благодарности за услугу, которую люди с удовольствием оставляют. Благодарю за неравнодушие и внимательность, но и первые группы по зрению. Все чаще в мастерскую заходят и школьники. Здесь их на конкретных примерах учат ремонтировать домашнюю технику. Так в соседних школах теперь проходят действительно полезные уроки труда. К примеру, на последнем занятии дети разбирали плоский телевизор. Кто-то до этого спрашивал, а можно мы с дома принесем? Я говорю, ну приносите, если папа с мамой разрешат разобрать его здесь, то приносите. Телевизор они разбирали, мы им показывали, из чего он состоит, что он не только источник информации, который можно смотреть, там, мультфильмы или фильмы, но и всю электронику внутри. Вот, экран разбирали полностью до последнего там листа. В большой рекламе социальная мастерская Эдуарда Ахтырцева не нуждается с самого ее основания. Свою технику сюда приносят и местные жители. Многие старые компьютеры и магнитофоны привозят в подарок. Параллельно Эдуард Анатольевич узнает, какие учреждения в той или иной технике нуждаются. И все чаще в его руки попадают настоящие раритеты, увидеть которые теперь можно или в музее, или здесь. Так постепенно мастерская и правда приобретает просветительские экспонаты. Судебное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, назначенное на сегодня, 11 января, во Фрунзенском суде Владивостока, отложено из-за болезни судьи. Как рассказали в пресс-службе суда, дату и время следующего заседания назначит сам судья позже. Сроки пока неизвестны. Напомним, в прошлом году дело было возбуждено после того, как в полицию поступило заявление от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина. Он утверждал, что на него напали двое мужчин около здания Приморского УФСБ во Владивостоке. Суд медэкспертизу провели через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах. Врач нашел у потерпевшего лишь небольшой синяк на левом колене. Ранее в судебном слушании дело по ряду причин был назначен полуторамесячный перерыв. И заседание 11 января должно было стать первым после него. А теперь о тех начинаниях, которые успешно осуществились. Послушать рассказ о появлении подводной лодки во Владивостоке, узнать подробности о железнодорожном вокзале Приморской столицы. И все это бесплатно, используя лишь смартфон или планшет. В нашем городе запустили первый аудиогид по определенному экскурсионному маршруту, который охватывает 16 достопримечательностей Владивостока. Кому и где доступно приложение, узнала Ирина Мокрецова. От вокзала до корабельной набережной. Такой маршрут туристам предлагают разработчики первого аудиогида во Владивостоке. За основу они взяли военно-историческую направленность и 16 главных достопримечательностей. Сюда включили центральную площадь, подводную лодку, главпочтамт, арку цесаревича Николая и другие известные столицы Приморья объекты. Именно отсюда, железнодорожного вокзала Владивостока, начинается маршрут аудиогида. Запускаем приложение. Имеется точной копией московского Ярославского вокзала. Из первых секунд она нам сообщает, что Владивостокский вокзал является копией Ярославского вокзала в Москве. И одновременно он же ставит точку в Транссибирской магистрали. Экскурсионный маршрут проходит по центральным улицам Владивостока, а его расстояние 900 метров. Если идти пешком и останавливаться около каждого представленного в аудиогиде объекта, прогулка займет примерно два часа. Кстати, рассказ о каждой достопримечательности не превышает четырех минут. В этот отрезок времени разработчики попытались вместить все самое важное и интересное. За основу мы взяли маршрут, который у нас, собственно, также представлен нашим путеводителем по Владивостоку. То есть у нас есть варианты двух- и трехчасовой экскурсии по историческому центру Владивостока с основными объектами показа. И, собственно, они и были положены за основу. Аудиогид с названием «Владивосток. Город у моря» появился по инициативе Туристко-информационного центра Приморского края. Ориентировались они в первую очередь, конечно, на гостей города. Причем как из России, так и из-за рубежа. Сейчас, правда, аудиогид работает в тестовом режиме, только на русском языке. Но уже в этом году экскурсии планируют перевести на английский. Данное приложение для индивидуальных туристов. То есть раньше они ходили с буклетами и смотрели просто, а теперь они могут и послушать, и узнать что-то. К слову, аудиогид по Владивостоку — это не самостоятельное приложение, а так называемый подзаголовок приложения туристического портала. Скачать его можно бесплатно на все операционные системы. А можно и не скачивать, просто прослушивать аудиофайлы на сайте портала. Кстати, появился аудиогид в конце декабря прошлого года и еще не успел обрести популярность. Достопримечательности Владивостока вообще моя любимая тема. А вы пользовались уже аудиогидом? К сожалению, нет. А будете? Пользоваться аудиогидом? А вы сделали такое приложение? Не мы, есть, уже запустили такое приложение. Значит, однозначно буду пользоваться. На создание аудиогида разработчики потратили почти месяц. За это время собрали информацию краеведов, экскурсоводов и членов географического общества. А также сделали необходимые фотографии каждого представленного объекта. Далее отправили тексты к достопримечательностям, на озвучку в Москву, а потом уже загрузили все в интернет. Одним маршрутом разработчики ограничиваться не собираются. В ближайшие полгода планируют запустить еще один, на этот раз культурно-развлекательный. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. А сейчас пришло время запустить наш ежедневный опрос. Сегодня мы спрашиваем зрителей, а вы бы воспользовались аудиогидом для прогулки по Владивостоку? Если ваш ответ – да, и вы с удовольствием прошлись бы по знакомым местам в сопровождении виртуального гида, набирайте 249-88-06. Если же вы и так неплохо знаете историю нашего города и не нуждаетесь в дополнительных сведениях на эту тему, звоните 249-88-07. В конце выпуска мы узнаем, как на наш вопрос ответил Владивосток, а пока к другим темам. Общероссийский народный фронт назвал недостаток жилья для детей-сирот одной из самых острых проблем Приморья. По расчетам экспертов ОНФ, при условии рационального использования нынешних бюджетных средств можно обеспечить квартирами около 600 сирот в год, и этого явно недостаточно. Ранняя прокуратура Приморья поставила на контроль ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в регионе. По данным ведомства, в очереди сейчас стоит более 6 тысяч человек. В то же время ежегодно осваивается не более 50% выделяемых из бюджета средств. Специалисты подчеркивают сложность задачи. Для того, чтобы решить проблему и обеспечить жильем всех стоящих в очереди без учета новых претендентов, необходимо около 6 миллиардов рублей и не менее 10 лет. А тем временем городские коммунальные службы подводят итоги минувшего года. В 2016-м во Владивостоке более 10 километров старых изношенных теплотрасс заменили на новые. Основные ремонтно-восстановительные работы велись по улицам Терешковой, Адмирала Юмашева, Боляева, Приходько, Жигура, Второй строительной, Невельского, Военному шоссе, Интернациональной и Нерчинской. Если говорить о характеристиках, то новые трубы, более широкие в диаметре, выполнены из прочных современных материалов, что, по мнению специалистов, позволит избежать аварий и порывов на долгие годы вперед. Повреждения на старых теплосетях стараются ликвидировать в теплое время года. Так, в ходе весенних и летних гидравлических испытаний в 2016-м году специалисты выявили почти 900 повреждений, и все они устранены. Работы по замене старых теплотрасс на новые продолжат и в 2017-м году. Подобные работы выполняются ежегодно. Это позволяет поддерживать в рабочем состоянии городские теплосети, многие из которых проложены десятилетия назад, сообщил директор МУП в ПЭС Владимир Латышев. Сейчас мы прервемся на рекламный блок, а после расскажем вот о чем. Кто и как нарушает? На дорогах города продолжается операция «Перевозчик». В память о Саше музей имени Арсеньева открыл масштабную выставку, посвященную писателю Александру Фадееву. И ответы наших зрителей на вопрос, а вы бы воспользовались аудиоидом для прогулки по Владивостоку. Генеральный партнер выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Маловато, понимаешь? Маловато будет! Весь январь в магазинах «Азбука мебели» – первая грандиозная январская распродажа мебели. Скидки до 40% на всю мебель. Фэкс, фэкс, фэкс. Фу, наколдовали. И мебель, град, скидки до 50% на всё. Оптом и в розницу огромный выбор семян овощных и цветочных культур, горшков для рассады и более 15 тысяч номинований товаров для сада, огорода и вашего дома. Банка. Хранить в ней деньги было можно, но приумножить сложно. Время идёт. Доходность растёт. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Ваши сбережения застрахованы. Эффективная корейская климатическая техника для чистого и свежего воздуха в вашем доме. Спрашивайте в магазинах «Корел». Настоящая Корея. Вы ещё не проснулись? Мы вас разбудим. Каждый будний день на радиолема шоу «Первая пара». С 7 до 10 утра. Город просыпается с нами. Это новости на восьмом. И смотрите далее в нашем выпуске. Кто и как нарушает? На дорогах города продолжается операция «Перевозчик». В память о Саше музей имени Арсеньева открыл масштабную выставку, посвящённую писателю Александру Фадееву. И ответы наших зрителей на вопрос. А вы бы воспользовались аудиогидом для прогулки по Владивостоку? Во Владивостоке за сутки оштрафовали 23 водителя такси и 11 водителей автобусов. В городе продолжается операция «Перевозчик», которую проводит ГИБДД города. Всего было зарегистрировано 261 нарушение правил дорожного движения, из которых 4 – это пьяная езда, 12 – нарушение правил перевозки детей, 34 – непредоставление преимущества пешеходам. Также составлено 18 протоколов по тонировке и 8 по нарушению правил парковки. Что касается аварий, то их число во Владивостоке составило 56. А теперь переключимся от автомобилистов к пешеходам и напомним о нашем интерактивном голосовании. Сегодня мы спрашиваем зрителей, а вы бы воспользовались аудиогидом для прогулки по Владивостоку? Если ваш ответ – да, и вы с удовольствием прошлись бы по знакомым местам в сопровождении виртуального гида, набирайте 249-88-06. Если же вы и так неплохо знаете историю нашего города и не нуждаетесь в дополнительных сведениях на эту тему, звоните 249-88-07. В конце выпуска мы обязательно подведем итоги, а пока – к другим темам. Во Владивостоке снова пройдут уроки для дачников. На очередную серию познавательных лекций всех желающих приглашают уже в эту пятницу, 13 января. Начало занятий в 14 часов. Встреча состоится в актовом зале Административно-территориального управления Первореченского района по адресу улица Ильичева, 15, 2 этаж. Лекция будет посвящена вопросам разведения лиановых, актинидии и лимонника. Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих в ход свободный. На следующем занятии 20 января садоводам и огородникам расскажут об уходе за розами. 27 января – о выращивании георгинов, а 3 февраля слушатели узнают о разведении тюльпанов. Свериться с расписанием занятий можно на сайте городской администрации. И о культурной жизни Владивостока. В конце 2016 года весь литературный мир отметил 115 лет со дня рождения Александра Фадеева. Писателя называют одним из символов Приморья, и сегодня музей Арсеньева готов об этом рассказать. В главном корпусе на Светланской открылась выставка, посвященная воспоминаниям о юности Александра Александровича. Называется она «В память о Саше». Экспозиция покажет писателя в начале жизненного и профессионального пути. О том, с кем дружил автор, кого любил и за что боролся, расскажет Валерия Белоуз. На моей памяти это, наверное, первое возвращение внимания к фигуре Фадеева. Жизнь и творчество писателя Александра Фадеева журналист Василий Авченко изучает долгие годы. Он написал об этом книгу, и произведение уже разлетается среди читателей Москвы. Во Владивостоке презентация пройдет в ближайшее время. Пока же несколько слов о Фадееве вот так, вживую. Повод особенный. Открытие выставки, посвященной юности Александра Александровича. «Если в советское время Фадеев считался признанным классиком, такой почти бронзовой фигурой, и, возможно, даже перекормили в каком-то смысле, это уже вызвало отторжение у школьников, то потом в перестройку и после перестройки пошел обратный перекос. Сначала Фадеева объявили таким кровавым сталинским палачом, а потом вовсе забыли, как будто такого писателя вообще нет. И сейчас новое поколение, которое уже не носило, как я, пионерских галстуков, уже может и не знать вообще, кто такой Фадеев». В конце 2016-го Александру Фадееву исполнилось бы 115 лет. 60 лет прошло со дня его смерти. Фадеев считал себя коренным дальневосточником, хоть и родился в Тверской области. А все потому, что вырос в Чугуевке, а юность провел во Владивостоке. Будучи взрослым, Фадеев вспоминал. «Несмотря на свою молодость, 19 лет, я уже прошел школу партизанской борьбы в Приморье, борьбы с японцами после 4-5 апреля, был ранен, имел за плечами комиссарский стаж, имел среднее образование, был относительно политически грамотен и уже был известен как хороший агитатор-массовик. Но, я кажется, расхвастался». Кроме политической карьеры, особое место в жизни Фадеев отводил и любви к прозе. Его романы «Разгром» и «Молодая гвардия» у большинства читателей над слухом. Свой первую серьезную работу «Повесть разлив» он написал еще в 22 года. Но слава и признания к молодому писателю пришли немного позже. «Такое ощущение, знаете, вот когда в школьной программе мы изучали творчество Фадеева и учили, может быть, где-то и не хотелось, и сочинения писали. Это было совсем другое отношение, чем когда прочитываешь его романы, какие-то работы и погружаешься в это в более взрослом, сознательном возрасте. Тем более, вот в какой-то момент я увлеклась историей нашего края, города. В прошлом году я закончила в музее Арсенева школы экскурсоводов. Прямо еще больше меня в эту тему втянуло. И начинаешь в это погружаться, и понимаешь, что по-другому можно относиться к этой же информации, написанной в этих же самых романах. Мне кажется, что Александр Фадеев – это наш писатель приморский, потому что у него очень многое связано с Приморьем. И, конечно же, нам, землякам Фадеева, нам, конечно, надо его знать. И надо открывать его в любом возрасте. Не только учащийся в школе, как часть школьной программы, но и дальше, дальше, дальше. Потому что чем больше живешь, тем больше понимаешь, насколько он глубок и интересен. Выставка в музее Арсенева затрагивает не только литературную жизнь Фадеева. Экспозиция хронологически охватывает период детства и юности Александра Александровича. Показывает его становление как личности и отношения с родными и друзьями. Это подлинные предметы того времени. Это столик, это бурет с конспиративной квартиры Сергея Лозо. Это подлинное знамя Лихиморлам Сучана, потому что Саша попал сначала в Сучанский партизанский отряд. А вот это обувь партизанская. Кроме того, на выставке представлены иллюстрации к роману «Разгром». Это работы приморского художника Сергея Черкасова. Рисунки он подарил музею Арсеньева еще в 80-х. До недавнего времени они хранились в фондах. Впрочем, как и большинство из представленных экспонатов. Но память жива, когда о героях говорят, а выставка – это продолжение жизни. Валерия Белоус, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Полосатые хищники снова попали в объектив. Нескольких тигров видели 10 января в Приморье, в пригороде Уссурийска. И одного из них даже успели снять на видео. Пошел. Часом ранее на этом же месте видели тигрицу с детенышем. Однако запечатлеть их на видео очевидцам не удалось. И к новостям спорта. Молодежка «Адмирала» сыграла в догонялке. Хоккеисты «Тайфуна» пытались обогнать «Атлантов» из Подмосковья. Но что-то пошло не так. Тем временем юношеские команды «Адмирал 2004» и «Адмирал 2005» борются за выход в элиту. Основной состав готовится к домашней серии игр. Все подробности в нашем спортивном обзоре. Молодежка «Адмирала» хоккейный клуб «Тайфун» уступил подмосковным «Атлантам». Накануне приморские спортсмены на льду в Уссурийске проиграли со счетом 3-4. Весь матч хозяева были в роли догоняющих. «Атланты» открыли счет уже на 36-й секунде встречи. Точный бросок на свой счет записал Денис Миллер. Он же на седьмой минуте удвоил преимущество подмосковного коллектива. В середине периода благодаря голу Ахметянова «Тайфун» вернулся в игру. А во втором игровом отрезке Илья Шукалов сравнял счет 2-2. Сразу после второго перерыва Денис Миллер оформил хет-трик. Но спустя минуту приморцев вновь счет сравняли 3-3. За минуту до финальной сирены «Атланты» забросили победную шайбу. Сделал это Щербаков. Из-за поражения «Тайфун» опустился на 13-е место в конференции «Запад». Юношеский состав хоккейного клуба «Адмирал» продолжает свое выступление на первенстве России дивизион «Сибирь-Дальний Восток». Наши спортсмены стартовали в рамках первого этапа в ноябре. 2004 досрочно выиграл группу «В» и перешел в компанию более сильных соперников из группы «Б». Сразу после новогодних праздников юные моряки отправились на второй этап престижных соревнований. Подопечные Сергея Наконечного в Барнауле проведут 7 встреч с 5 по 12 января. На данный момент после пяти туров в активе моряков три победы при двух поражениях. Несмотря на это, ребята еще сохраняют хорошие шансы на повышение в классе. Для этого нужно занять первые два места в группе. Сейчас «Адмирал» 2004 на третьей строчке. Ребята на год младше тем временем бьются в Северске за выход в группу сильнейших. После пяти матчей занимают четвертое место и сохраняют также шансы на выход в элиту. Ребята бьются изо всех сил, но травмы преследуют наши команды. У 2005 года основной вратарь со сломанным пальцем играет. А у 2004 года один из лидеров Дима Школьников руку сломал, рассказал директор детской и юношеской спортивной школы «Адмирал» Сергей Филин. Основной состав хоккейного клуба «Адмирал» 12 января начнет первую в новом году домашнюю серию. В гости к морякам приедут рижские «Динамовцы». Подопечные Александрова начнут игру в краевом центре со смешанными чувствами. 6 января они крупно обыграли на выезде «Медвежчак», а уже через день в упорной борьбе уступили «Слованов» 3-2. Алина Черненко, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Приморской столице. Во Владивостоке возобновила свою работу социальная мастерская. Теперь благодаря подъемнику сюда могут спускаться люди с ограниченными возможностями здоровья. В краевом центре запустили первый аудиогид по пешеходному экскурсионному маршруту, который охватывает 16 достопримечательностей Владивостока. В главном корпусе музея имени Арсеньева открылась выставка, посвященная воспоминаниям о юности Александра Фадеева. Называется она «В память о Саше». И ответы наших зрителей на вопрос «А вы бы воспользовались аудиогидом для прогулки по Владивостоку?» Результаты опроса прямо сейчас на ваших экранах. Открывать для себя заново город, в котором живешь – особое удовольствие. Ведь сколько бы лет каждый из нас не провел в городе у моря, в нем всегда остается то неизведанное, что еще только предстоит узнать. Сегодня на этом все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или звоните телефон редакции 249-88-12. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. И еще. 11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. В заповедной системе страны исполняется 100 лет. Именно поэтому 2017-й в России провозгласили годом особо охраняемых природных территорий. Ровно 100 лет назад, 11 января 1917 года, на берегу озера Байкал был основан первый в истории России государственный заповедник – Баргузинский. Работу он продолжает и по сей день. А вместе с ним свой профессиональный праздник отмечают и особые зоны, расположенные на территории Приморья. Земля леопарда и кедровая пать. В связи с этим специалисты нацпарка создали видеоролик, который во всей красе показывает обитателей этих территорий. Предлагаем посмотреть его прямо сейчас, без комментариев. Сразу после подробный прогноз погоды в студии работала Александра Вершинина. И увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин